всем привет и добро пожаловать ко мне на канал меня зовут марина и сегодня 6 декабря я вас приглашаю на свой канал сегодня я открываю окошко нашего виртуального ответ календаря а проще говоря нашего совместного проекта который называется включиться в окна рождество каждый день в 18 часов по берлину или в 20 часов по москве на разных каналах мы выпускаем новое видео для наших зрителей и подписчиков в этом проекте участвует очень большое количество блогеров из германии в основном это конечно же женский состав потому что мы как берегини дамы несем настроение мы охраняем наш дом и поэтому мы решили что мы будем зрители нашего радовать радовать и дарить праздничное настроение веселья смех в общем переходите на канал и и знакомьтесь как найти эти каналы все очень просто в анонсовом видео я прикрепленном комментарии каждый день добавляю актуальную ссылку на канал и видео девочек поэтому переходите знакомьтесь для чего это нужно делать да просто для того чтобы увеличить свои шансы на победу в один из дней в один из замечательных праздничных дней я и канал дальше увязание на крючке крошуэт проведем совместный розыгрыш и дарить мы будем не пряжу не инструменты мы будем дарить кое-что покруче я надеюсь что с помощью этого подарка независимо от того являетесь ли вы вязальщица или нет или может быть вы вышиваете может чем-то еще увлекаетесь я думаю что при помощи этого подарка вы сможете воплотить пускай даже самую маленькую на свою заветную мечту поэтому я напоминаю вам будьте внимательны будьте активны в комментариях и конечно же поддерживайте видео лайком и следите за новыми видео а я для вас сегодня подготовила то что можно сделать своими руками так как у меня формат в основном руки в кадре я думаю что для меня принципе было ожидаемо моя тематика видео мы будем делать с вами уют селить сказку в наши дома и готовиться к рождеству и новому году для вашего удобства я все видео разбила на сюжеты и вы можете непосредственно переходить на те сюжеты которые вам наиболее интересны очень сегодня будем наше тепло рук вкладывать красивую декорацию посмотрите как красиво у меня на заднем фоне я вас приглашаю к смотрю Субтитры создавал DimaTorzok Итак, нашего гнома мы будем делать из подручных материалов. Конкретно я взяла для этого гнома остатки пряжи. Вот такая у меня есть пряжа букле, это Drops Alpaca Bucle. Вот такая красная ниточка, это Drops Cotton Light, по-моему, если я не ошибаюсь. Бусинка одна, она будет у нас играть роль носика. И, конечно же, наполнитель. Для наполнителя я выбрала вот такой холофайбер. И он мелкозернистый, вот такие у него маленькие как бы шарики. Это очень удобно, если вы особенно увлекаетесь вязанием игрушек. Вот набивать очень удобно, потому что он потом принимает любую форму и не комкуется, да, вот как обычно, если брать цельный. Мне это нравится. Дальше. Для тела нам необходимо будет связать или взять. Вот здесь маленький секрет. У меня это самая обычная покупная шапка из мериноса. Я ее уваляла в стиральной машинке. Как увалять самую обычную шапку из мериноса? Постирать на 1400 оборотов и на 40 градусах. Поставить, постирать и шапка сама у вас уваляется. У меня это была детская двухсторонняя такая шапочка, да, от макушки к макушке. Вот так она увалялась. Я решила, что как раз очень прекрасно подойдет для моего гнома. Если у вас нет, то есть это может быть абсолютно любая шапка, да, из мериноса, из натуральных составов, которую можно увалять. Либо же, если вы вяжете, вы можете связать просто вот тельце гномика. Также для гномика, чтобы он устойчиво стоял, нам нужна донышко. Донышко я сделала из самого обычного картона, просто поставила крышку, обвела в круг и вырезала. То есть ничего сложного нет. Итак, приступим. Продолжение следует... Из красной пряжи я связала вот такой треугольничек-колпачок. Вяжется он очень просто. Вязание начинается сверху, с трех петель. И в каждом лицевом ряду добавляем по одной петле с каждой стороны. Вот такой треугольник. Добавляем до тех пор, пока нас ширина колпачка не устроит. И потом по прямой я провязала небольшое расстояние. Такой колпачок. Я его немножко отпарила, чтобы он держал форму. Вот так он выглядит. Дальше что мы будем делать? Мы будем сшивать наш колпачок. Вот здесь нужно просто сшить, но не до конца. Ставьте немножко места, чтобы потом набить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Для бороды я буду использовать вот такую пряжу букле. И делается борода очень просто. Сначала мы набираем цепочку из воздушных петель на необходимую нам длину. То есть вы здесь ориентируетесь на размер своего гнома. При работе с букле слишком туго нить не затягиваете, потому что от этого теряется весь эффект объема. Еще возьмем нашего гнома и сделаем примерку. Я думаю, что в принципе вот так будет достаточно. И дальше смотрите, что мы с вами делаем. То есть мы провязываем сначала одну воздушную петлю. Затем вытягиваем нить на необходимую длину. Длину регулируем, конечно же, под своего гнома. Дальше заходим во вторую петлю. И то же самое. Вот таким образом. Третью петлю. У меня получилась вот такая борода. Я здесь прошлась на три раза. Петелечки я еще ничего не ровняла и не делала. Теперь можно просто вот здесь проклеить. Но я буду прошивать. Вот по этой линии, чтобы у меня шапочка, смотрите, да, чтобы она смотрела как бы с наклоном вниз. И вот здесь полностью к шапочке я буду прошивать бороду. И, конечно же, вот здесь еще сзади прошью все ниточками. Гномик будет готов. Останется только подровнять бороду. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно. Я думаю, что в принципе здесь будет все понятно.